В середине 90-х, когда Мерседес выпустил Е-класс серии W210, фанаты марки были шокированы тотальной экономией швабов. Притом экономия на металле, краске и антикоре обернулась тем, что следы коррозии появлялись на кузовах почти новых машин. Спустя почти 30 лет поклонники вновь бьют тревогу. Во всяком случае, в европейских изданиях, включая общественно-политический фокус и автомобильный ауто-моторуншпорт, появились угрожающие статьи по поводу падения уровня качества. «Впечатление неряшливости подрывает основы бренда, качество и долговечность», цитирует фанатов трёхлучевой звезды немецкий журнал «Фокус». В ушедшем 2021 году Мерседес поставил рекорд по отзывам. Одно только немецкое федеральное управление автомобильного транспорта официально насчитало 20 отзывных компаний. На сервис приходилось ездить почти любым моделям. Только в ноябре отозвали 850 тысяч машин. Из них четверть миллиона – в самой Германии. А в целом по году цифры получились семизначными. Поводы тоже оказались непустяшными. Скажем, новейшему С-классу меняли рулевые тяги, устраняли течь бензобака, чинили стартер, обновляли форсунки и даже переклеивали панель панорамной крыши, что могла оторваться на высокой скорости. У электромобилей тоже нашлись проблемы. Скажем, у кроссовера EQC были обнаружены негерметичные аккумуляторы, которые могли загореться. В итоге батареям пришлось пройти процедуру дополнительной герметизации. То ли дело Мерседесы W126. Известнейший дизайнер Франко Сбарро без малого 40 лет назад соорудил из одного из них эффектнейшую двухдверку «Шахин» с двумя подъемными дверьми типа крылочайки или, как говорил маэстро Сбарро, крыло мотылька. Пластиковые двери оснащались электроприводом, а для пущего эффекта машина получила оригинальный обвес, расширенные арки, дизайнерские колеса, а главное решетчатую маску, что прикрывало четыре кругляша фара. В салоне появилось много кожи и дерева, а на передней панели даже прописался телевизор. И это, на секундочку, в 83-м году. Но стоил Сбарро немыслимые 200 тысяч немецких марок. Сумма подъемная только для арабских шейхов. Впрочем, весь тираж из 28 экземпляров быстро нашел своих владельцев. Половина машин оснащалась атмосферными, а другая наддувными восьмерками от упомянутого 126-го «Мерседеса». Тем удивительнее, что один «Шахин» вдруг обнаружился в Минске. Каким чудом он туда попал, доподлинно неизвестно. Зато известно, что Минский Сбарро на днях приобрел новый хозяин, который переправит свою редкость за океан. Продолжение следует...